Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь настало время закалки. Закаливать будем через горн. Я не буду использовать муфельную печь, потому что мне жалко ее гонять на таких температурах, она быстро выйдет из строя. Примерно будем разогревать до 1150 градусов и закаливать в масло. После чего поместим на отпуск при температуре 550 градусов. Что я сейчас делаю? Я после закалки отслицарил клинок начисто. Теперь я пойду его заниматься самым моим нелюбимым делом, пойду полировать вот эти стороны спуски. Пойдем. Спуски я отполировал, нанес так называемый ручной продольный сатин. Теперь перейдем к сборке рукояти. Провить буду в самом конце. Будет, так сказать, вишенкой на торте. Проверяем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, кленочек мы закончили, ручку закончили Теперь я его обезжирил, можно травить Засовываю его в раствор азотной кислоты У меня обычно вас спрашивают, какой раствор, какой раствор Я на глаз мешаю, ну примерно 5-10% Раствор уже достаточно старый, потребуется время Чтобы увидеть рисунок Ну вот уже начинает появляться Что мне нравится в дамасках из нержавейки Ну или в ламинатах То, что очень контраст резкий получается Ну вот, собственно, результат Так что давайте это посмотрим подробнее Ну вот и всё, ножик готов Приобрести его сможете на аукционе Ссылочка в описании и в закреплённом комментарии Если вам понравилось, поставьте лайк И подпишитесь на канал, если ещё не подписаны С вами не прощаюсь, досмотрите видео до конца Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok